Хочу вам привести один маленький пример. Не в качестве хвастовства, а в качестве примера. Хвала Аллаху, мне Аллах дал троих детей. Дочку, сына, семь с половиной лет и еще маленький сын. Вот этот средний сын, семь с половиной лет, вводит в школу во второй класс. Ну, пошел он только. Хвала Аллаху, сделал Дарвад своему однокласснику, и тот принял ислам. Не просто детские забавы, а действительно принял ислам, сказал шахада и считает себя мусульманином, и хвала Аллаху, совершает намаз. Аллах так сделал, что отца у этого ребенка нет, а мама его сильно любит. И когда этот ребенок пришел домой и сказал, мама, я мусульманин, и я теперь буду поклоняться Аллаху. Мать сказала, делай, как считаешь нужным, сынок, может, мы тоже скоро станем мусульманами. Этот парень, его зовут Виталик, ему семь с половиной лет, пришел к тренеру по карате и сказал, я больше не буду делать поклон. Тебе и в зал, и в сопернику. Тренер спросил, почему. Он сказал, что я тебе, кроме Аллаха, никому не поклоняюсь. Тренер посмотрел на моего сына, улыбнулся и сказал, ну, идите. Так как ранее, до этого, мой сын подошел и сказал, я не буду поклоняться. Он сказал, хорошо, тебе это можно. И теперь уже еще один брат появился, тоже хвала Аллаху, совершает молитву. Я спрашивал сына, ну как, наш брат Виталик, он говорит, хвала Аллаху, совершает намаз. Я сказал, как совершать намаз, он его умеет читать? Он говорит, я его научил. Я говорю, чего, как ты его научил? Он говорит, я научил фатиху и остальным сурам. Он сказал, я спросил, он может это читать? Он говорит, да, я проверял, он нормально читает фатиху. И они в школе прямо заходят за шкаф, то он сторожит его, тот помолился, тот тот. Этим я хочу сказать лишь одно, что призыв к истине, кроме которой нет другой истины, от уст и маленького, и большого, мы все должны говорить и не знаем, кому Аллах в какой момент откроет сердце.